Добро пожаловать в новый выпуск мифов и загадок Вархаммера 40 тысяч. 5. Бывает ли у некронов энергия другого цвета, кроме зеленого? Безусловно, всем нам прекрасно знаком зеленый цвет энергии, используемый некронами. Однако, немногие знают, что некоторые династии используют энергию других цветов. Так, мифриты используют силу солнц, из-за чего во всем оружии их династии горит ярко-оранжевый свет. Легионы династии Токтов используют мощное радиоактивное излучение хирокийских пустотных разломов, вследствие чего из их глаз, гаусс, свежевателей и даже трещин в механических телах исходит мерцающий лазурный свет. Помимо упомянутых, существуют и другие династии, использующие энергию иного цвета, кроме зеленого. Навохи – темно-синий, Секемтары – янтарно-оранжевый, Аросхи – синий-зеленый, Майонархи – огненно-оранжевый. Очевидно, они также используют какие-то особые источники энергии, как мифриты и токты. Однако подробностей об этом нет. Цвет энергии в первую очередь обусловлен традициями, а не зависит от источника как такового. В любой момент властный повелитель некронов может приказать своим подчиненным изменить цветовую сигнатуру, но такое случается нечасто, обычно или после царских переворотов, или после каких-то великих событий, повлиявших на историю династии. Лорды Фениксы – призраки в доспехах. Всем известны лорды Фениксы, могучие и бессмертные герои Азуриан, родоначальники пути воина. Однако немногие знают, что они уже не живые Альдари, а фактически запертые в доспехах души без физического тела. В чем они подозрительно схожи с жертвами рубрики Аримана? Чтобы возродиться, им требуется не столько новое тело, сколько сама душа того, кто наденет броню поверженного лорда Феникса. Кем же их можно назвать тогда? Это своего рода демоны Кхайна, как бы безумно это ни звучало. Но когда они стали такими и почему? На первый вопрос довольно просто ответить, хоть прямо он нигде и не говорится. Уникальную форму бессмертия лорды Фениксы обрели во время некого ритуала, в тот период, когда храм Азур процветал и еще не был уничтожен бесчисленными ордами демонов. На второй же вопрос точного ответа нет, если ж догадки. Возможно, это было необходимо для успешного превращения в лорда Феникса, а возможно, их тела просто не выдерживали энергии душ, напитавшихся варпом. Как скоро будет дан точный ответ на этот весьма интересный вопрос и будет ли дан вообще, покажет лишь время. Что такое запретный язык Энунция? Это неимоверно древний язык неизвестной цивилизации. Он уникален тем, что используется не для коммуникации, а как инструмент или оружие. Произнесенные вслух слова Энунции позволяют манипулировать самой тканью реальности. Этот язык может изучить кто угодно и обрести нешуточную силу. Однако дается он весьма непросто. Как правило, требуется неоднократно проводить упражнения, чтобы в памяти сохранилось хотя бы одно слово силы, которое потом можно будет применить как довольно необычное оружие. Возможности Энунции практически безграничны. Так, произнеся всего одно слово, можно вывести из строя аппаратуру поблизости, отшвырнуть космического десантника в силовой броне, или даже оживить трупы, которых невозможно упокоить обычным оружием. Среди бесчисленного множества слов и имен на Энунции, дарующих власть над определенным предметом или живым существом, одно считается наиболее опасным. Истинное имя Бога Императора. Еретическая секта Когнитое, чья история корнями уходит в давние доимперские времена, неустанно пытается узнать его, чтобы обрести власть над самим повелителем человечества. Пока неизвестно, насколько им удалось продвинуться в этом весьма амбициозном деле, но если они преуспеют, последствия для всей галактики будут ужасными. До конца неясно сходство Энунции с истинными именами демонов, зная которые можно повелевать исчадиями хаоса. Словами разрушения, заклинания, которые в годы Ереси Хоруса применяли несущие слова, даже не обладающие псайкерским даром. И азурианскими технологиями, в основе которых лежат манипуляции посредством мысленного воздействия. Известен случай, когда Пария спокойно применяла слово из языка Энунции против своего недруга. А это говорит о том, что ее нельзя назвать всего лишь красивым названием вышеперечисленных манипуляций с варпом, ведь Парии – его антипод. Также неизвестно, была ли Энунция одним из столпов могущества старейших и старого эльдарского доминиона. Представляется несколько сомнительным, чтобы эти величайшие цивилизации ничего не знали об Энунции. Лишь время покажет, будут ли когда-нибудь даны ответы на эти любопытные вопросы. Зеофория. Зеофория – это аномальный мир джунглей и одна из крупнейших планет системы Тиамет, захваченная одноименным тираницким флотом Ульям. Открытая в 35-м миллениуме исследовательским флотом Империума, система Тиамет тысячелетий оставалась нетронутой, пока группа альдарских скитальцев с искусственного мира Янден не совершила зловещие открытия, оказавшись там. На поверхности Зеофории странники обнаружили органическое сооружение колоссальных размеров. Это была раскинувшаяся на весь континент коническая структура, созданная с хитиной и мягкой церебральной плоти, которая буквально гудела от невероятной психической энергии. До сих пор не известно, для какой цели было возведено это сооружение, однако весьма тревожным является тот факт, что его защищает целый флот Улей. По предположениям инквизиторов из Орда Ксенос, на Зеофории был построен мощный маяк, привлекающий в галактику еще больше флотов Ульев. После открытия Великого Разлома стало известно, что на этой планете тираниды возвели уже несколько исполинских псирезонаторов, различающихся по размерам. Одни величиной с гору, другие покрывают целые континенты. Именно туда держала курс громадная флотилия пилигримов-генокультистов, с расположенной неподалеку планеты Генриха в край. Ведомые слепым пророком, получившим имя Проводник, они покинули мир, разнывавший под ермом темных богов, преодолели Звездное море и высадились на пульсирующей коре Зеофории. Все, кто касался оскверненной почвы незащищенной кожей, мгновенно становились рабами планеты и убеждали товарищей вновь отправиться в космос, но уже в роли миссионеров, дабы разнести кредо Тиамет по всем доступным мирам Империума. Так завершилась первая из десятков межзвездных паломничеств, участники которых искали Зеофорию, а обретя, усиливали своим разумом ее мощь. В свою очередь тираниды флота Улья-Тиамет настолько свирепо обороняют это небесное тело, что Империум присвоил ему статус карантин-экстремис и перестал обращать на него внимание. Единственные, кто догадываются об угрозе несомой пси-излучателями Зеофории, «Караульные смерти» из находящейся поблизости заграда Рва и инквизитор Криптман, прервавший изгнание и присоединившийся к ним. До глубокой ночи они обсуждают настолько безумные теории, что остальные агенты Инквизиции не желают к ним прислушиваться, считая опасность со стороны Зеофории маловажной по сравнению с другими бедами Империума. Также инквизиторы и космические десантники вместе начали разрабатывать план по полному уничтожению всего, что построили тираниды. Удастся ли им когда-нибудь осуществить задуманное? Покажет время. Совершались ли путешествия за пределы галактики? Подобные предприятия вполне возможны, однако довольно редки. Самым известным можно считать уход Сареха, последнего из безмолвных царей Некрон, после окончания войны в небесах и низвержения Ктан. Уничтожив вшитые командные протоколы, дававшие ему власть над всеми Некронами, и поручив триархическим претарианцам охранять спящие миры гробницы, а впоследствии облегчить их пробуждение и укрепить оборону, Сарех сел на личный погребальный корабль и отплыл за пределы галактики вместе с легионами своей династии, рассчитывая обрести там, надо полагать, утешение или искупление. Спустя 60 миллионов лет безмолвный царь возвратился в галактику после того, как обнаружил в межгалактической пустоте тиранидов и осознал их угрозу для своих подданных. Известно также, что Астартес из Ордена Кархарадонов с самых первых дней своего существования бороздят внешнюю тьму и изредка возвращаясь в Империум. За пределами галактики они сталкиваются с тиранидами и некими ужасами, которых нам не представить. Что именно подразумевается под этим, неясно. Одним из самых зловещих случаев вне галактических полетов можно назвать инцидент, приключившийся с сынами Лемона Русса в 912 году 41-го тысячелетия. Пролетев через червоточину в поисках своего потерянного примарха, Свенгар Рыжий и его рота космических волков обнаружили, что их увлекло далеко за пределы галактики, даже дальше призрачных звезд. Космос пуст, как душа еретика. И люди Свенгара начинают поговаривать о шепчущих голосах во тьме, обещающих им безопасное пристанище. Неуверенный в своем местонахождении, Свенгар продвигается дальше. Дни превращаются в месяцы. Когда Астартес уже собираются поворачивать обратно, вдалеке мелькает темная планета. Космические волки устремляются к неизвестной сфере, готовой к неприятностям, но обнаруживают цивилизацию высоких световолосых людей, живущих в пышной роскоши, сотворенной ими самими, вдали от войн и беспорядка, что царят в галактическом центре. Успокоенный тем, что нашли плацдарм для будущих операций, Свенгар и его люди расслабляются и наслаждаются местной жизнью, устраивая пиршества и рассказывая истории о своих подвигах белокурым обитателям этого мира. Лишь когда Свенгар случайно увидел одну из женщин, космические волки сообразили, что их гостеприимные хозяева на самом деле вовсе не люди. Хотя они храбро сражались, Свенгара и его соратников никогда больше не видели. В книге правил пятой редакции упоминается биоморфная раса таксианцев, обитающих в районе вурдалачьих звезд, другое название которых как раз призрачные звезды. Этот разумный вид примечателен тем, что умеет перевоплощаться в другие живые существа, в связи с чем его представители даже проникли в иные цивилизации, например, Лаксатлей, Борлаков и Никасааров. Так что, скорее всего, космические волки наткнулись на таксианцев, а поскольку те в глаза не видели человеческих женщин, то фокус с мимикрией не прошел. Особенно примечателен один случай путешествия Эльдар за пределы галактического диска, где странствовал искусственный мир Зайсутра, отбывший одним из первых перед наступлением грехопадения и не знавший ни призрачных конструкций, ни камней душ, философии путей. В холодной пустоте его обитатели столкнулись с генокрадами и властители мира корабля увидели в них возможность спасения от той, что жаждет. Они каким-то образом соединили патриарха генокрадов с аватаром Каина, приняли в себя эту заразу и распространили на все население искусственного мира, фактически превратив его в один большой генокульт. Зайсутра прибыла в галактику после открытия Великого Разлома и подала сигнал о своем возвращении, который получили азуриане с искусственного мира Яндон. Они направили в мир корабль небольшую делегацию для установления контакта с сородичами, к которой присоединились и Инари, имевшие собственные мотивы помочь. По большому счету, благодаря перерожденным и было раскрыто коварство зайсутранцев, желавших влить свежую кровь в свои ряды. В результате все население зараженного искусственного мира было истреблено в последовавших боях, и обитатели Зайсутры обрели спасение в объятиях Инеада, которого, возможно, за свое вероломство не заслуживали. В общем и целом, тема иных галактик во вселенной Молота Войны освещена крайне слабо, то тут, то там всплывают лишь небольшие заметки о разных артефактах, попавших в нашу галактику, или иных расах, прибывших из межгалактической пустоты. Еще больше интригует упоминание о том, что якобы война в небесах между старейшими и Мекронами разорила каждую галактику во вселенной, что Варп существует на всем протяжении космоса, и будто тираниды прибыли в Млечный Путь не то потому, что уже съели все прочие галактики, не то потому, что бегут от кого-то еще более ужасного. А от одной мысли, что есть кто-то ужаснее тиранидов, уже пробирает дрожь.